после того как все утрамбовали подравняли сделали уклон можно теперь стелить защитную мембрану и немного подсыпать песком как погода сегодня у нас ветреная чтобы ее не уносил а потом будем насыпать ее уже слоем песка вот такая вот мембрана очень плотная стелется шипами песок так как она не будет ездить удобства можно ездить тачкой по ней спокойно и насыпать и вот таким вот образом постелили и засыпаем песком если надо делаем дорожку если неудобно ездить по песку около 15 сантиметров рулеткой померяем чтобы у нас осталось 15 сантиметров под песок 15 под щебень и под бетон сантиметров 12 и вот таким вот методом подсыпаем делаем сантиметров на 10 выше сколько нам нужно так как песок на вкусах при трамбовке и затем будем делать остальные мембрана пробуем для того чтобы приграблита хорошо ушла не по ямам а уже более гладко было и вот так да так 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 После того, как хорошо утрамбовали, можно теперь выставлять опалубку. Выставлять мы ее будем вровень с этой шнуркой, ровненько. А над шнурком мы делаем потолочный пропит направляющий, чтобы по нем тянуть правила. У нас, соответственно, получится 28 мм уклон от дома. Ну что, друзья, выставили опалубку. Если кому интересно, сколько занимает установка опалубка. Ну, грубо говоря, где-то целый день ушел. Одному человеку выставили. Опалубку собирали с 50 доски. 50 на 150. 15 оставили под щебень. И 15 где-то, 16. И 15-12 где-то под бетон. Посмотрим сейчас, сколько пойдет щебень засыпаться. Ну, под бетон в любом случае где-то будем сантиметров 13-12 делать. Вот так вот у вас должно получиться. Ну, у кого как. Смотря какой уровень земли. Здесь, допустим, была насыпь. Вот. И поэтому так получилось. Выкопали столько с этой стороны. Получился зазор, в который мы песок насыпали. Если можно землей, то чтобы когда щебень засыпали, чтобы опалубку не раздуло. Опалубку мы выставили вот это основание. С вот этим нулем сделали в уровне. Затем либо профиль потолочный набьем над шнуркой. Как бы сделаем сантиметра 2 уклон, ну, выше, чтобы сделать от дома, чтобы вода отходила. Либо арматуру посмотрим, что удобнее, что в наличии будет. Вот. Еще осталось распорки поставить. Почему в этот момент хорошо ставить опалубку? Вы песок, допустим, раз-раз где-то подубрали, опалубку опустили. То есть опалубка стоит сейчас очень быстро, удобно. Я ее дольше, наверное, скручивал, чем выставлял. Где-то убрали, где-то подсыпали, когда просто собрали. Затем вбиваем подпорки, чтобы низ не расперло. И вровень с вот этой плоскостью делаем. И когда уже опалубка будет у нас в нуле, то есть уже она выставлена, просто зафиксировал саморезом, чтобы вниз, вверх она не опустилась. Такая-то забитая, уже стоит жестко она. Как бы еще и здесь наверх. Подразобрем, чтобы при заливке бетона в сторону не ушло. Чтобы было ровненько, хорошее. А тут вот еще подсыпать. Вот таким вот образом у нас все получилось. Теперь осталось, помощник, осталось уложить изоспан и засыпать щебень. Утрамбовать и повязать арматуру. И будем заказывать бетон. Ручную заливать не будем. Так как сейчас непонятно, что творится с цементом. Качество цемента сейчас составляет желать лучшего. Не знаю, придет сейчас такой момент. Поэтому, тем более, месить сколько, ходить там неудобно. Просчитали, что лучше наймем бетононасос. Привезем хороший бетон. Уже это будет сто процентов. Потому что оно будет качественно, жестко. Чем покупать цемент непонятно какой. Пластификатор. Это тоже все стоит денег. Поэтому, будем заливать насосом. Так что, завтра приступим к следующему этапу. Будем засыпать щебнем. Ну вот. Вот таким вот способом. Завернули пленку, уложили. Сейчас там дальше покажу. Потихоньку подсыпаем. Пока сделали вот так вот нахлест небольшой. Но он обрежется. Он тут не нужен. Так вот ровно щебнем обрежем. Эту сторону завернули. Чтобы и доски остались чистые. Потом обратно отвернем ее и все. Вот так засыпаем. Сейчас трамбовать начнем. Тут около 16 сантиметров получилось. Вот так засыпаем. Вот что получается. Так вот расстилаем. Без разницы какой стороной. Как есть. Вот так уберем. Подсыпаем по краям, чтобы удобно было сыпать. Чтобы она не разыгралась с этой стороны. Чтобы хорошо поджалась. И засыпаем полностью. Сейчас будем теперь трамбовать. Сыпем щебень мелкий. Так как его удобно трамбовать. Сейчас подтрамбуем. Трамбовать до тех пор. Пока после виброплиты не будут оставаться проходы. Вот когда все сядет хорошо. Когда уже плита будет идти как по монолиту. Все значит щебень будет утрамбованной. Ну а в следующем этапе тогда уже будем вязать арматуру. Покажу фишечки которые делаю. Чтобы в дальнейшем у вас отмостка от дома не отходила. Как бы редко кто делает. Но кто делает тот знает. Поэтому приступаем к трамбовке. Ну так по одному месту можно раз 10 пройти. Пока не утрамбуется. Сейчас утрамбовали. Она подсела. Пройдем в промере. Где ямки получились. Поцепим еще раз. Чтобы очень точно рассчитать бетон. Чтобы не ошибиться при заказе. Сделаем везде 14 сантиметров. Но тут 14 дут. Где-то 16 получится. Либо чуть-чуть приподнимем в сторону. Чтобы было ровно. Таким вот методом. Туда сюда вот трамбовываем. Подсыпаем. Пока все не уляжется. Трамбуем дальше. Все. Наши слои сделаны. Все утрамбовали. Все подровняли. Где-то 14-15 сантиметров. Нужно получиться бетона. Все хорошо. Под нами ничего не утапливается. Все хорошо утрамбовано. Теперь приступаем к конструктивному лимону. Теперь приступаем к конструктивному лимону. Что происходит?